Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня проговорим про мультифокальную моторную невропатию. Надо сказать, что описание первое научное данного заболевания было предложено только в 1988 году американским профессором Алланом Пестронком и соавторами, которые описали изолированное поражение двигательных нервов при сохранности проведения по чувствительным, при сохранной чувствительности, наличие блоков проведения в двигательных нервах по данным электронейромиографии, положительные антитела к джемоглиозиду, положительный эффект иммуномодулирующей терапии. И, ну, Аллан Пестронк и соавторы использовали циклофосфамид, то есть цитостатик. И неэффективность глюкокортикоидов и плазмофереза у двух пациентов. В дальнейшем появились дополнительные критерии, все новые сообщения. И, в общем-то, сейчас такой диагноз широко известен, во всяком случае, в кругах специалистов по нервно-мышечным заболеваниям. Что такое блоки проведения? Это наличие демилинизации, то есть замедление скорости проведения по нервам и разница в амплитуде пика между первой и второй точками регистрации. То есть это называется демилинизирующая поля нервопатия с блоками проведения, имеет вот такую характерную картину по данным стимуляционной электронейромиографии. Вот мы можем сравнить, как выглядит нормальная активность, акциональная нервопатия, снижение амплитуды, демилинизирующая удлинение скорости. Если удлинение скорости, резкое снижение амплитуды, демилинизирующая поля нервопатия с блоками проведения. Вот именно такая картина в моторных нервах, характерна для мультифокальной мотороневропатии. Вот, пожалуйста, пример. Между нижней третьей плеча и точкой ЭРБ простреливает сигнал. И вот мы видим, какое снижение амплитуды. Это и снижение грубой скорости. И снижение грубой скорости. Сейчас вот здесь лазерная указка, снижение амплитуды. Снижение скорости. Выражено это и есть дивализирующая полинеропатия с блоками проведения. В двигательных нервах, в чувствительных нервах скорость и амплитуда сохранны. Чувствительная функция сохранна. Атрофия мышц, фасцикуляция есть только в тех нервах, где есть блоки проведения. Они вообще везде. Это отличие от бас, например. Чаще поражаются. Поражение начинает с рук. Вот мы видим, какая атрофия кисти. Какая слабость. При отсутствии чувствительных нарушений. Что отличает от туннельных каких-то невропатий, компрессионных и так далее. Вот мы здесь видим фасцикуляции в дельтовидной мышце у пациента. Вот играет, как на клавишах. Надо сказать, что фасцикуляции не носят генерализованного характера. Заболевание прогрессирует гораздо медленнее. Но иногда путают с бас. Иногда путают с бас. При мультифокальномоторной нервопатии длительность течения заболевания. Клиника совершенно другие. И таких диффузных генерализованных фасцикуляций, конечно, не бывает. Как при бас. Вот, пожалуйста, пациент пишет. Неловкость какая в руке из-за слабости. При отсутствии, еще раз повторю, чувствительных нарушений. Атрофия. Здесь вот мышц кисти, межкостных мышц. Вот пациент пытается подать ручку. Вот такая вот слабость. Здесь фасцикуляция в мышц, приводящие большой палец. И вот так вот большой палец. Без желания по сценке так подергиваться. Как это описывали классики, фасцикулярный тремор. Вот если руку так держать на весу, вам так подергиваться, как будто это тремор. Это фасцикуляция в мышцах кисти. И вот такая вот атрофия мышц, когтистая лапа. Но в отличие от поражения нерва, тотального здесь нет никаких чувствительных нарушений. Здесь есть только моторные нарушения, что как раз характерно для мультифокальной моторной невропатии. Антидела ганголиозидом смотрят в лабораториях. Не сочтите за рекламу. Во всех крупных лабораториях смотрят антидела ганголиозидом. Они могут быть положительные. В острой стадии синдрома Гиена-Борре. А в острой стадии я, правда, еще не видел ни разу, чтобы в острой стадии у пациента брали антидела ганголиозидом. А когда берут, уже через несколько месяцев они ничего не показывают. Вот при мультифокальной моторной невропатии антитела класса М к анголиозиду ГМ1 в классическом описании положительный. Вот мы видим, что не самое доступное исследование, не самое дешевое удовольствие. Но, тем не менее, это такой же важный критерий, как наличие характерных клинических и электронермиографических изменений. Другие методы исследования УЗИ нервов мало где умеют его делать. Сейчас количество таких клиник растет буквально не подняло по часам. Снижение эхогенности, стертость границ, утрата правильного строения нерва, как правило, совпадающие с локализацией блоков проведения. Можно увидеть на УЗИ нервы, но это надо быть большим специалистом и знать, в какой зоне какого нерва проводить исследование. Увеличение уровня белка в церковь спинальной жидкости при нормальном цитозе. Описано где-то у 10% пациентов. Это не патогномоничный признак, но, тем не менее, такие исследования есть. Повышение уровня креатинфосфокиназа при атрофии мышц также описано, но бывают примерно у 2-3 пациентов. Я так подозреваю, что с выраженной клиникой атрофии распада мышечной ткани. Далеко не у всех, наверное, такое есть. Тем не менее, такой фактор описан. Можно его использовать для дополнительной диагностики. К сожалению, особенно без лечения, заболевание прогрессирует. Вот мы видим, как я нарисовал ось абсциссы ординат, а вот эту кривую рисовал пациент. И вот мы видим, что в течение времени мышечная сила снижается. Необходимо начало адекватной терапии. Если атрофия мышц грубая и давно сформировавшаяся, года назад, скорее всего, у нее обратного развития не претерпена. Если изменения только-только появились, то неплохой ответ на терапию. На какую? Золотой, а он же серебряный, бронзовый и все остальные стандарты. Это, конечно, иммуноглобулин в адекватной дозе. Два грамма на килограмм массы тела за один курс. Все хорошо, но все упирается, как всегда, в деньги. Это очень дорогое лечение, которое требуется пациенту постоянно. Ну, так, если по-простому говоря, это несколько миллионов рублей в год. А вот всю жизнь далеко не всех государство горит желанием обеспечить таким лечением, а по-простому, так говоря, опять же, никого. По большому счету адекватную полную дозу иммуноглобулина практически никто не получает. Ну, есть, наверное, состоятельные пациенты, которые себе могут это позволить. Таких, наверное, единицы они, может быть, получают за свой счет. Больше я такого не видал. Цикл фосфомид и другие иммуносупрессоры. Есть большой вопрос, насколько они эффективны. До сих пор ведется дискуссия. Учитывая, что они отсроченные побочные эффекты вызывают и цитопинею, и риск вирусных инфекций, да, и онкологических процессов, вторичных грибковых. Вот сейчас это особенно актуально в связи с пандемией коронавируса и так далее. Насколько это безопасно? Что там дальше ждать? Большой вопрос. А вот каротикостеороиды и плазмофюрес, к сожалению, неэффективны. Про мультифокальный мотор нейропатии, в отличие от некоторых родственных и синдромов, таких как, например, ХВДП, синдром Генбаре. Но это уже отдельная история. Вот такая вот информация. Благодарю за внимание.